Здравствуйте, меня зовут Нелли Кизатулина. Вы смотрите новости Белебеевского района на телеканале ЕТВ. Каждый вторник в 21.30 мы рассказываем о событиях интересных людях. Сегодня смотрите выпуски. Белебей завершается строительством пятиэтажного дома. Белебеевский район поступила первая партия передвижных контейнеров для селективного сбора отходов. Белебеевские волейболистки побороли за звание лучшей команды района. Компания Уфанет подарила информационные стенды жителям Белебея. Начнем выпуск с кратких новостей. Белебейский район поступила первая партия передвижных контейнеров для селективного сбора отходов. Всего в район поступит 258 бежевых и 58 красных контейнеров объемом 1100 литров. Красные контейнеры для сбора стекла установят на подготовительных контейнерах площадках управляющих компанией Белебея. Бежевые для сбора по дуальной схеме стекло, бумага, пластик, ветошь в приютово и в 15 сельских поселениях района. Белебей завершается строительство пятиэтажного дома, в который из аварийного жилья переедут 77 человек. Его строительство началось в ноябре прошлого года. На данный момент в квартирах выполнена чистовая отделка и завершены работы по благоустройству продомовой территории. Проводится работа по регулировке систем водоснабжения и отопления, монтируется газовое оборудование. Всего в Белебее в рамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2023 годы расселят 6 домов, расположенных на улицах Красноармейской, Свободы, Советской и Сортлановой. Белебеевские волейболистки поборолись за звание лучшей команды района. В соревнованиях приняли участие 11 команд. Со счетом 2-1 победу первенства одержал альянс из Белебея. Их соперницы командой лучшей с приютово стали вторыми. За третье место боролись спортсменки Белебеевского гуманитарно-технического колледжа и спортшколы «Чемпион». В итоге бронзы завоевали волейболистки спортшколы. Участницы фольклорного ансамбля татарской песни «Балкыш» отметили традиционный праздник гусиного пера. Почти два часа женщины тщательно ощипывали птиц, не оставляя ни пушинки, а после очистили их от внутренностей. Затем гусей на кромысах понесли в водоемы, чтобы ополоснуть их в ледяной воде. Необходимости сегодня в этом нет, но традицию предков решили не нарушать. А теперь перейдем к основным новостям. В преддверии Нового года компания Уфанет подарила информационные стенды жителям домов, управляющих компанией «Жилцентр». Новые информационные доски появились в многоквартирном доме по улице Амирова благодаря компании Уфанет. Теперь во всех подъездах можно будет размещать нужную информацию и документы на шести карманах стенда. На сегодняшний день это уже пятый дом, где мы разместили подобные стенды в рамках благоустройства. На этом мы не останавливаемся и продолжаем сотрудничество с управляющими компаниями. Теперь в доме есть специальное место, где жители управляющей компанией может получить или разместить полезную информацию. Как говорится, встречают по одежке. На создание комфортного подъезда и дома в целом влияет множество факторов. Инфостенд или доска объявлений – неизменный атрибут парадных. Установили информационные доски сотрудники компании Уфанет и представители управляющей компании «Жилцентр». Обратились в Уфанет для того, чтобы были красивые стенды, современные, и чтобы собственники знали о том, что есть такая компания, которая помогает на безвозмездной основе делиться информацией не только о своем участии, но и о участии города, о безопасности там информации будет висеться. Мы как провайдер услуг связи выступаем не только за качественные услуги интернета и телевидения, но и за безопасность и комфорт жителей. Так в городе Бельбей запустилась новая услуга «Умный домофон», которая сейчас доступна всем жителям многоэтажек. «Умный домофон» – это не просто услуга, это уверенность в безопасности своего дома и своих близких. Если вы хотите установить «Умный домофон» в своем дворе, обращайтесь в офис компании Уфанет в Белебее по улице Интернациональная, 79, или звоните по телефону горячей линии 09388. Бесплатно для абонентов МТС, Билайн и Мегафон. Максим Карпухин, Нелли Гизатулина, телеканал ЮТВ. Сезонно-осенние-зимние риски. Пожарная обстановка и прохождение отопительных сезонов на контроле властей. На сегодняшний день ситуация с бытовыми природными пожарами в целом стабильная. На водоемах Белебеевского района продолжается процесс ледообразования. Лед набирает толщину и прочность, однако все еще небезопасен для тех, кто выходит на ее поверхность. Сотрудники пожарной части выходят в рейды на акваторию городского пруда. Около моржей там полынья все время свободная. Мы особенно по ночам подходят дети и кидают туда камни, все близко подходят. Вот мы их шугаем по громке суваживания. В связи с наступлением зимних холодов на территории республики с 1 января 2022 года проводятся операции «Тонкий лед», ввиду которой запрещен выход людей на лед, как для рыбалки, так и проведения времени. На местном пруду уже появился ледяной покров, и граждане начали выходить на ее поверхность, чтобы прорубить лунки для рыбалки, несмотря на очевидную опасность, которая несет себе хрупкий замерзший лед. На данное время на территории республики уже допущены подобные случаи с летальным исходом. Также в Белебейском районе в 2004 году шла под лед вся семья, и в этой ситуации они все погибли, утонули. Также в осенне-зимний период ежегодно увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах. Причинами чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок печного отопления и при перегрузке электросетей, а также обычной беспечность. В тот момент, когда морозы отступают, происходит таяние снега, возникают и замыкания на проводах. Тем самым происходит и пожар на конструкциях, деревянных, на сгораемых конструкциях. Дорогие родители, во время зимних каникул убедительно просим не оставлять в доступных местах для детей спички, зажигалки, чтобы избежать баловство детей с источниками возгорания. Также рекомендуем вам не допускать детей к пользованию поврежденными электроприборами, такими как водонагреватели, обогреватели, электрообогреватели, электроплитки, чтобы исключить травмирование и возникновение пожаров. По данным МЧС Республики, по сравнению с предыдущим годом, количество пожаров снизилось. В Белебеевском районе произошло 194 пожара. Погибло 4 человека. 75 пожаров в Мейкинском, 58 в Ермикеевском и 53 в Бешбулякском районе. Нелли Гизатульна, телеканал ЮТВ. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Смотрите новости Белебеевского района каждый вторник в 21.30. Повторы в среду в 8 утра и в субботу в 21.30. Если вам есть о чем рассказать, пишите нашу группу ВКонтакте. Уфаны – это телеканал ЮТВ, Белебеев, Приютова. Всего доброго и я желаю вам только хороших новостей.